В 10 минутах от кемпинга находится город Цезис. У меня почти полмиллиона километров. Привет, дорогие друзья, это канал про дома на колесах. Меня зовут Александр. Сегодня мы в Латвии в кемпинге Apple Counts. Меня зовут Юрис. Я здесь родился и жил, и все это построил своими руками. То, что я здесь, это образ жизни. Скажите, а что особенного в вашем кемпинге? Какие специальные, может быть, активности, услуги вы предоставляете своим гостям? Такая специфика, если можно сказать, у нас запрещена музыка и шум. Я видел значок. Да, и мы не принимаем такие большие компании, можно кемпинг построить, там не можно тишину в одном конце и шум. Надо было выбрать, мы выбрали такую нишу, тихий отдых в природе. Сколько раз вы были в этом кемпинге? Я думаю, я был здесь уже восемь или девять раз, может быть, даже десять, я точно не знаю. Почему вам нравится здесь отдыхать? Ну, тут тихо, здесь есть душ, электричество, ну, все здесь есть. Ну, и природа очень красивая. Мы припарковались не так близко к озеру. Тем не менее, это отдельная площадка. Вот, к нашим услугам 220 мусорное ведро, фонарик, если надо, включается. Ну, и, собственно, вот небольшая лужайка, стоянка для кемпера в сутки. Она берется с машины или с количеством людей? Это стандартная цена. Есть машина, два человека, включая электричество, выпуск воды, залив воды, химия, это все 22 евро. 22 евро за ночь. Включая все, и в этой цене можно использовать место костра, стулья, стулья и взять еще дрова в сарайчик и самообслуживание. А, то есть можно пожарить барбекю? Да. Что касается удобств, все в порядке. Мужской туалет, душ, две кабинки, в принципе, на такое количество пичей и мест для отдыхающих, в принципе, вполне достаточно. За соседней стенкой женская зона и с обратной стороны кухня со столиками, холодильником и плитой для приготовления пищи, друзья. Я вижу хорошая площадка для детей. Можно приезжать со всей семьей и, наверное, с домашними животными, да, спокойно? Да, домашними животными позволяется здесь, только надо их держать. Ну, чтобы они не бегали по всей территории. Не бегали, да, потому что иногда будут большие, маленькие и дети. Дети тоже много приезжают, но в каждом случае это возможно. И в нашем планах есть сделать площадку для собак тоже. Средний разброс по цене высокий сезон и низкий сезон? Ну, для стандартного автодома сколько стоит? Цену мы не меняем. У нас сезон, как сказал, не целый год. Цена какая есть, такая есть. То есть круглый год одна цена? Да. Начиная с 8 евро с человека в палатках и кончая 20 евро в больших домах, где все удобства. Самый большой коттедж сколько вмещает в себя? Самый большой коттедж можно видеть там на горке, это для 6 человек. Остальные все для 4 человек. Вам нравится больше кататься на велосипеде или плавать на лодке? Да, да, катание на велосипеде. У меня один велосипед с собой, так что я путешествую здесь вокруг кемпинга. Не получилось взять свой велосипед в эту поездку, поэтому я беру его на прокат в кемпинге. 3 евро в час, либо 12 в сутки. После отсидки за рулем, конечно же, надо немного размяться, поэтому я поехал. В 10 минутах от кемпинга находится город Цезис, друзья. Мы посетим крепость, которая датируется 13 веком приблизительно. Нас ждут активности во дворе. Здесь вообще интересное место. Город практически является вторым после Риги по историческому содержанию, по исторической значимости. Это центр древних торговых путей, центр прикосновения двух религий, лютеранской и католической. Все это очень тесно выглядит. А вот этот замок вообще, он вот в таком виде с тремя башнями, он в 1500-е годы, когда он уже в 16-е величине. То есть он был окончательно построен в 16 веке? Да, в 16 веке в конце, да. Ну и вы стараетесь сохранить, скажем, старый облик, не проводить электричество там, вот все как было. Дорогие друзья, мне вручили фонарик. Они бесплатно раздаются у входа в замок. И попросили сначала зайти и привыкнуть к темноте. В одной из башен, друзья, установлены проекторы, которые позволяют вам увидеть интересную интерпретацию истории города, начиная с 13 века. Очень интересно, красиво и красочно, друзья, и атмосферно. Расскажите про доспехи. Это какие-то старые, да, для рыцарей, которые здесь жили? Да, эти доспехи все, многие модели найдены здесь, в Цезиском замке. Давайте попробуем их примерить. Да, у нас есть модель, прекрасный мастер, который работает с деревом, но в этот раз он попробует, как это, какие тяжелые доспехи. Такой маленький комплект для прогулки, но не для боя, потому что здесь надо еще, еще, еще. Ну вот, друзья, у нас практически готов средневековый рыцарь. Раньше у нас были дни, когда был праздник и тысяч людей, но теперь мы хотим показать, как эта жизнь каждый день. Интересные активности предлагает это место. Очень понравится детям, поверьте, тут вам расскажут про древние профессии, можно будет пощупать доспехи рыцарские, которые вот лежат спокойно в доступе, вам помогут попримерить это, дети могут прогуляться здесь по саду, что-то увидеть интересное. Поэтому заезжайте в Цезис, очень интересное место, люди ценят свои корни, историю и с удовольствием рассказывают о древней Латвии, друзья. А какие страны вам нравится посещать на автодоме? Для меня больше всего Швеция, потому что я знаю язык, знаю шведский. Вы были на Кемпере, в том числе и в России? Да, я был в России на Кемпере, я был на Рождество. Я был около трех недель, было очень холодно, минус 20 градусов. У меня очень много друзей во Владимире, и да, было очень красиво. Что скажете по поводу туристов на Кемперах из России? Часто приезжают? Из России приезжают, но не очень часто. Самые многие приезжают из Германии, Голландии, Финляндии, но бывает и из России, и я жду их. Юриус говорит, что в следующем году он достроит ресторан. Я надеюсь, будет весело, вкусно, и у нас будет возможность сюда заехать и оценить по достоинству это замечательное место, друзья. Не знаю, как вы, а я еще ни разу не катался на этой штуковине, называется каяк. И в кемпинге как раз эта услуга доступна, друзья. Давайте попробуем меня отправить в недалекое путешествие. Понадобится вот эта штука. И что ж, спускаемся, наверное, на воду. Предлагается несколько маршрутов на каяке. Вы можете выбрать двух-шестичасовую прогулку. Вас отвезут в специальное место вместе с каяком, выгрузят, и вы отправитесь обратно в кемпинг. Прекрасная, по-моему, мотивация приехать домой. Но не по дороге, а на лодочке. По реке Гауе. Это 6 километров отсюда. Я отвожу их там. Я всегда даю карту и информацию. Когда вы будете кончить это, звонок мне, и я привезу обратно. Это очень-очень много, все используют. Можно с детьми в лодке? Конечно, можно с детьми, потому что у нас есть жилет, и каждому даю жилет, и много езжает. И не только с детьми, но собак выговорят с собой. Расскажите немного про автодом. Он очень интересно выглядит. Да, этому автодому сейчас уже 30 лет. И я ездил на нем во множество стран здесь, в Европе, каждый год порядка 4-5 месяцев. На какой базе построен? Это Peugeot. Но это такая же модель, как Ducato. Мотор такой же. Какой пробег на данный момент? У меня почти полмиллиона километров. Вы говорили про 6 спальных мест. Да, здесь я могу выдвинуть это наружу, до сюда. Так что у нас место для троих. Один человек сзади. И здесь я могу разложить место на двоих. Здесь есть душ? Да, вы можете посмотреть сзади. Он очень большой. Туалет, у нас здесь есть вода, холодильник. Вы можете здесь готовить. А таким образом организован проход в кабину. Да, это очень интересный кемпер. Я, кажется, в последний раз такое видел в бодвальце, в музее Hymer. Продолжаем изучать развлечения в кемпинге. И сейчас попробуем сыграть в мини-гольф. Честно, ни разу не пробовал. Самый простой уровень. Видите, там дальше очень сложные есть варианты. Слушайте, ну да, неплохо шел, да? Если вы спросите меня, как бы я характеризовал этот кемпинг в двух словах, я скажу тихо и спокойно. Даже на въезде установлен знак, на котором перечеркнут магнитофон. То есть, здесь режим тишины и спокойствия. То есть, дорога где-то далеко. Не слышно никаких посторонних шумов. Поют птицы. Можно пойти искупаться. Есть какие-то развлечения. В общем, все как-то хорошо, недорого и душевно, друзья. Поэтому, добро пожаловать. Apple Counts, Латвия. Прекрасное место для остановки на автодоме с прицепом дачи, с палаткой, на велосипеде. Да, на чем угодно. Можно заехать сюда и недорого остановиться. А может быть, и провести целый отпуск. Это был канал про дома на колесах. Меня зовут Александр. Впереди очень много интересных видео про автодома, прицепы дачи, кемпинг-стоянки. Поэтому подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok